Дрожжевое завод Дрожжевое завод Дрожжевое завод Дрожжевое завод по Волжье. Оборудование и продукция были тут же конфискованы, а главный виновник задержан. 8 января 1920 года при Самарском госуниверситете торжественно открылся рабочий факультет. На рабфахе к тому времени занималось 60 человек. В том же 2020 году в Самаре прошел субботник. На чистку железнодорожных путей от снега и выгрузку дров были мобилизованы полторы тысячи человек. 8 января 1945 года Куйбышевский театр оперы и балета поставил оперу «Царская невеста». Из всех оперных премьер военных лет «Царская невеста» была отмечена самым высоким исполнительским уровнем, писали местные газеты. Сцена Куйбышевского театра оперы и балета стала родной и для выдающейся русской балерины Галины Улановой. В годы Великой Отечественной в составе Большого театра она находилась в Куйбышеве. В 50-х годах Галина Уланова выступала на сцене нашего театра в балетах «Лебединое озеро» и «Жизель». Родилась легенда русского балета 8 января 1910 года. Король рок-н-ролла, несравненный Элвис Пресли, появился на свет тоже 8 января. Его песни до сих пор популярны, а армия поклонников продолжает расти. На Руси в этот день отмечали бабий праздник или праздник каш. 8 января славили повивальных бабок. Те, в свою очередь, угощали гостей кашей. В это же время родился и обычай. Женщины приходили в церковь заранее испеченными пирогами, чтобы преподнести их Богородице. А еще была популярная поговорка «В праздник каш всяк с ложкой ходит, полный черпак семью не разгонит». Это означало, что обычаи этого дня были нацелены на укрепление семьи. Вы смотрели «Календарь губернии». До свидания.